Ну и к другим темам. В день города в Якутске появилось на свет 25 детей. В Якутском родильном доме прошла торжественная выписка новорожденных и счастливых мам. А здесь 11 сентября родилось 16 малышей, 8 мальчиков и 8 девочек. Рассказывает Сарглана Захарова. Родиться в один день с родным городом в день рождения столицы в 25 семьях стало больше на одного человека. Появление малыша всегда, как чудо, происходит не в запланированный день, а в тот, который суждено, ему сучиться. Так и Татьяна не могла подумать, что планы, намеченные на празднование дня города, придется отменить. Накануне мы были в гостях, запланировали поездку на обязательно фейерверк, погулять по городу. Тем более погода стоит такая замечательная. И утром, когда проснулись, пришлось ехать в роддом. И к вечеру, получается, ну не к фейерверку, чуть раньше у нас на свет появился малыш. Вместе с Татьяной сегодня выписали из городского родильного дома еще 15 счастливых мамочек. Так случилось, что количество девочек и мальчиков, родившихся в день города, оказалось, вопреки статистике, которая пелась в песне из советского фильма «Девчата», одинаковое. Работники роддома посчитали такое совпадение символичным. 16 детей в день города – это большое количество, и именно 8 девушек и 8 мальчиков – это цифра очень хорошая. 8 на 8 – это значит, что наш город развивается еще в будущем больше. По традиции, молодых мам поздравил с важным событием в их жизни и глава города Айсен Николаев. Он отметил, что такое мероприятие проводится не впервые. Однако именно в этом году говорить слова благодарности и напутствие радостнее всего. В первые годы мне было достаточно сложно. Почему? Потому что была огромная очередь в детские сады. И мы только могли обещать тогда нашим новорожденным матерям, что дети пойдут в детские сады, когда им исполнится 3 года. Сейчас мы эту проблему с помощью правительства России, правительства республики решили. Всем мамам и малышам вручили памятные и полезные подарки. Но самые дорогие, конечно, ждали их у выхода. Это улыбки и счастливые лица самых близких людей.